Чудо ты моё, драгоценное, сколько я тебя раз уже видел? Я с собой курицу не таскаю. Понимаешь, вот как я тебе должен... Погоди, погоди, погоди. На, покушай. Да, ну конечно же. Начать я хотел бы, пожалуй, с буров и насосов. Их надо ставить в определённых биомах. На примере возьмём вот этот. Бур для начинающих. Его надо ставить в карьере индиго. И тогда у нас добудется индигониум. Я не знаю, зачем он вообще нужен, но он добудется. А если поставить в стеклянной пустыне, то он будет добывать осколок стекла. Но бур всегда может добыть, где бы вы его ни ставили. Желеобразный камень, слаймовое ископаемое и... Странный бриллиант. Но всё-таки ставить я его буду в карьере индиго. Насос в сухом рифе, а пасеку в джунглях. Это всё вы мне советовали в комментариях. Но теперь мы плавненько перейдём к закровищницам. Во-первых, вы мне говорили то, что здесь есть одна закровищница. И да, она здесь есть. Мы её открываем. И тут будет что-то по-любому крутое. Ох ты ж, ох ты ж, ох ты. Это ресурсы какие-то. Я думал, опять эскиз какой-нибудь. А нет. Гексасота, странный бриллиант. Это очень хорошо. Всё? Ты закончила? Держи. Это тебе. Что мы вообще сейчас сможем из этого сделать? О, реально, глубинный солевой раствор, гексасота, странный бриллиант. Мы скоро таким образом сможем себе телепорт сделать. Почти хватает. Ладно, сейчас уже вот-вот наступит ночь, а я хочу под ночь заработать немного денег. Зачем же мне нужны деньги? Да ещё и под ночь. А всё очень просто. Я хочу завести новых, последних видов слаймов. Фосфорных. Они у меня будут жить в пещерах. И прикол их заключается в том, что они дают плорты, которые очень нужны в науке. А наши фосфорные слаймы любят клубничку. Так что нам придётся ещё сделать загон с клубничкой. Ну вот и всё, 6000 ньюбаксов есть. Теперь надо сходить за клубничкой. И за фосфорными слаймами. А вот и они, они довольно часто спавнятся в нашем мире. Так что всё будет очень-очень просто. Осталось лишь найти клубничку. Это самое-самое-самое главное. Ой, что у тебя клубничка делает? А дай мне клубничку. Не дам. Я тут вспомнил то, что здесь тоже есть закровищница от 7Z. Вот она. Кубковое дерево. Ладно, пойдём дальше. И не только здесь она есть. Ещё и вон там. И... Будыш! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ресурсы падают. Ну блин. А хотя так мало? Ну тогда нормально. Я знаю ещё одно нахождение одной капсулы. Она у нас здесь. И что же, отсюда выпадёт фиолетовая слаймовая лампа. Пойдём уже домой. Хватит. Здесь у нас путешественные сегодня. Так, мы давно в пещерах не были. Надо вот за этими квантовыми следить. А то они ещё тут всё понаворуют у меня. О, здесь уже один развитый закон полностью. Осталось лишь рядом с нашим золотым плортом. Посадить кубничку. Вот и всё. Кубничка. Теперь ты растёшь здесь. Фосфорные слаймы будут довольны. Всё, теперь вы живёте здесь. И никуда вы отсюда не уйдёте. Я вам не дам. Ой, фруктовый коктейль. Что это такое? Почему такое достижение? Я просто бежал. Ну ладно, начнём продавать все эти плортики. Которые в цене довольно сильно упали. И мне это не нравится. Ну да ладно, чё уж там. Всё равно у меня есть 11 тысяч ньюбаксов. Давайте поспим до утра. И зайдём в премиальный клуб 7Z. Текущий ранг Пионер 2. Давайте прокачаем обновление крыльца. Вау, а следующий ранг это жаворонок. И стоит он довольно дёшево, так что я его куплю. Ну ладно, всё, это последнее улучшение. Сейчас мы выходим. Ой, мне кто-то даже письмо написал. Я понял, сейчас это нам гайд сделали. О том, что тут можно менять цвет нашей фермы, да? Да, вот она. Как наше крыльцо обновилось? Ну да, стильненько, приличненько. Тут штука какая-то, кстати, появилась. Что это за штука, а? Это вы так за мной наблюдаете, да? А я заметил, что вы за мной наблюдаете втихаря. О, смотрите, там что-то появилось. Тут калиточка появилась, да поглядите же. А калиточку закрыть нельзя? Нет, нельзя. Калиточка всегда будет открыта. Ладно, поменяем цвет. Нет, какой нам, классика, или молочный, или кобальт. Ну давайте выберем кобальт. И, ох ты ж, вот это красота. У меня доступно обновление. МК-блок 3. Такс. Деньги у меня еще остались, так что я вас покупаю. Все. Теперь у меня будет такой красивый дом. И еще зи тут стоит знак. Это, конечно, некрасиво так с их стороны. Вешать тут своим блеманом мой дом. А вот и первые плоды кубнички. Собираем ее и кормим наших фосфорных слаймов. Чтоб сделать себе ульи. Ой, нет, 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 не то, не то. Ну, блин, пипец. Ну и ладно, живите так. Такс, мне нужны фосфорные плорты. Дайте мне фосфорных. Вот, довольно много. Вот, другое дело, 20 штук. Теперь идем на лабораторию. Которая находится аж вот здесь. Теперь это все чудо надо отдать. И все, можно сказать, наша лаборатория сейчас будет продвигаться. Потому что остальные ресурсы у меня вроде как есть. Купим все по 2. И бур, и насос, и пасеку. Вот так. Раз, два, раз, два, раз, два. Все, мне даже на все хватило. Включаем режим строительства. И надо ставить насосы, да? Вот сюда мы их тогда поставим сразу же. Почему бы и нет? Вот так. Все, теперь ты будешь 11 минут работать. Тебя поставить. Вот как они по-мужски работают. Здесь надо поставить бур. Я не представляю, какие эти ресурсы буду домой таскать. Вот это самое, наверное, проблемное будет. А вот и первое место для постройки. Бур устанавливаем. И здесь тоже надо бур установить. Ну, остались последние штрихи. Это сделать пасеку. Ну, я уже почти около джунглей. Но здесь у нас есть гор, да? Мы это прекрасно знаем. Но еще у нас есть здесь закровищница. И из нее выпадает лужайка коралловой травы. Ну, ладно. Я думал, хоть что-то крутое выпадет. Поставим мы их тогда вот здесь. Первая пасека. И вторая пасека. Все. Мы все понаставили. Но! Тут есть много закровищниц от 7Z. Которые находятся в очень тайных местах. К примеру, вот здесь. Первая. Мы ее уже видели. Ну, мы тут все уже зеленые закровищницы видели. Лужайка диких цветов. Да блин. Дайте мне уже какие-нибудь эскизы крутых штучек. Там порталы еще какие-нибудь. Еще здесь была закровищница, я помню. Ой. Розовая баба. Вы поняли то, что я сюда пришел за всем другим. Но я научился пользоваться пульсирующей волной. Вот так вот вас. Хрясь. Отлетите. И уйдите. А вот, кстати, есть закровищница. Ладно. Открываем эту закровищницу. Ну, давай хоть с нее что-то крутое, а. Вау, вау, вау. Мед пошел, мед пошел. Королевское желе. Хм. Я помню, вы писали про то, что оно очень дорогое. Погнали домой. Хватит. Уже бегать, прыгать, доскакать. А вот и наша лаборатория. Я вернулся. Лови дикий мед. И королевское желе. О, сливки общества. Вот это да. Ух ты. Так я уже сливки общества оказывается. Как стать миллионером за 24 дня? Учитесь от меня. Хочу поспать до утра и купить доки-доки. Которые находятся далеко отсюда. Но я все равно хочу посмотреть, что же это такое. Потому что это единственная территория, которая у меня не куплена. Понимаете? А вот и наши доки-доки. Так, покупаем. За 5 тысяч, да? Ну, нормальная цена, в общем-то. У нас ничего нету, да. Тут никаких закровищниц. Ох ты. Зато уточка. Это для лужа слайма. Можно его будет тогда завести. Ну, в общем-то, тут много загончиков. И это все, что я могу вам сказать. Потому что тут много загончиков. Это знаете, как сделан райский уголок. Тут мы поставим все, что мы хотим. Водопад. Красота. Море. Вид на океан. Сами можете поглядеть. Ой-ой-ой, тихо, аккуратней. Это красота. Сколько здесь всего? Ладно, я думаю, пора развивать премиальный клуб 7Z. Я хочу у них хотя бы два левела еще купить, чтобы посмотреть, какая же красивая будет моя ферма теперь. Слушайте музыку. Мне даже уже радио тут в домой поставили. Ладно. Покупаем. Будущ. Слайм игрушки для продвинутых. Ну ладно, все, хватит. И на ферме вроде ничего так-то и не изменилось. Хотя нет, у меня новые цвета появились. Эм. За нашей фермой ничего нету. Но, в общем-то, зря потраченные деньги. Не считая того, что теперь у нас открылся магазин с плорт игрушками. Вот они. Тут стоят. Куча всего, но я потом этим займусь в следующей серии. Сейчас надо посмотреть, что с нашими бурами. Я думаю, они наконец-таки закончили работать. Ой, а тут наши танцы, да? Ну ладно, давай. Погнали. Вау. Пара нефти, голубеноселенный раствор. Мне нужно больше, больше. Ну ладно. Ну а теперь надо это все отнести в лабораторию. А потом уже бежать за буром и за нашими пасеками. И тогда уже сделать хоть какую-то крутую штучку. Вообще, если так посмотреть, то у меня довольно много уже всего открыто. Всего лишь несколько не открыто. Но это все из-за стеклянной пустыни. Ладно. Давайте сейчас по паренькам вот так вот схитрим. Я прошел куда-то, где еще ни разу не был. Ну окей, прыгаем. Скачем. И все будет окей. Я надеюсь на это. Блин. О, бур для продвинутых. Вот. Вот это я понимаю. Пойдем-ка купим его. Это очень важная вещь. Конечно, очень обидно то, что я потерял целый день работы. Скоро с новых слаймов надо будет кормить. Ничего, пойдем посмотрим на бур для продвинутых. Эскизы. И ты у нас стоишь. Серый телепорт. Давайте еще серый телепорт купим. Да почему бы и нет. Кольцо для слайм Бола. Ой, слишком дорого. Водопушка. Вот. Это тоже круто. Ну и бур для продвинутых покупаем. Водопушка. Оборонительная пушка, которая автоматически выслеживает вары и расстреливает его водой. Жестокая пушка. Нам все для этого хватает. Так что можно будет купить как-нибудь. Ох, хорошо. Мы сможем наверняка сегодня купить голубой телепорт. Потому что тут довольно легко он делается. Или розовый. Да, розовый скорее всего мы сегодня и сделаем. И будет идеально. Тогда я поставлю портал в руины. Завтра мы пойдем исследовать стеклянную пустыню. Погнали смотреть, что же там с нашими пасеками. Ну буры у нас работают. Это сразу видно. Готово. Вау, вау, вау. Да, все именно так, как я и хотел. Индигониум. Вот. Хорошо. Ой, всего лишь два добыл. Ну пипец, мне надо больше. Три штучки еще и я смогу бы сделать себе телепорт. Ладно, наверняка с пасеками дело обстоит намного-намного лучше. А вот и наши готовые пасеки. Так, сактивируем их. И они нам дали много-много меда. Дикого. И жужжащий воск. Но сейчас я иду домой, делаю что-то в слайм науке. А, кстати, мне гексосота нужна была для телепорта. Обманщики, блин, я хотел сделать телепорт. Но получится ли у меня сегодня его сделать? Узнаем немного попозже. Потому как надо еще тогда бур будет создать. Чтобы сделать хоть какой-то, да, телепорт, нужно еще гексосоты, спириальный пар. Ну да, ну да, все слишком сложно. Вот гексосоты, это довольно легко. Хотя нет, у меня ее нету. У меня ее не добыл. Ни одной причем. Так что, можно спириальный пар. А спириальный пар он мне тоже не добывал. Ладно, раз уж все так плохо, то сделаем водопушку. Погнали. Для этого надо лужа плортов добыть. А лужа плорта у меня где находится? Правильно, очень-очень далеко отсюда. О, я закровищницу нашел, серьезно. Так легко? Даже не старался. Вот это нужна штука. Слаймовая ископаемая. Очень хорошо. Значит, здесь у нас обитает слаймовая ископаемая. Я сейчас не об этом хотел бы подумать. Я хотел бы подумать о еще одной закровищнице. Да-да. Лужайка мятной травы. Ну да, конечно. Но вот, я уже добежал до лужа плортов, да? Вы здесь есть? Лужа слаймы, лужа плорты. Ну вы же тут всегда были. Я всегда пробегал, а вы здесь всегда были. Машина, лови, ископаемые. И теперь из этого я смогу что-то сделать. По-любому, да? Вот, губковое дерево я смогу изготовить. Или, к примеру, губковый кустарник. Но нет, зачем мне все это? Возьмем новые эскизы, покупаем. Медпункт, к примеру. Вот он, готов. Теперь розовый телепорт-склад. Набор из двух устройств, который позволяет дистанционный переброс ресурсов между двумя точками. Я смогу так плорты перемещать, получается. Так, где эта технология, да? Да. Мне даже ничего не хватает. Лавовый пепел. Да вы прикалываетесь надо мной? Ну хватит, может, уже? Такие сложные крафты. Ловушка города для начинающих. Ну хоть ее я смогу сделать? Скажите мне, пожалуйста. Нет, я не смогу тоже сделать, потому что нужен жужжащий воск. Ладно. Делаем медпункт. Мне хоть на него хватит? Да, мне на него хватит. Пойдем сходим за плортами и сделаем себе медпункт. Техническое. Медпункт изготавливаем. Я могу даже еще один сделать, но нет. Я не такой транжира. Может сделать губковое дерево? Очень-очень интересно. А давайте, да почему бы и нет? Раз уж можно. Окей, где у меня будет стоять медпункт? Вот тут. Ставят на ноги за одну секунду. Что это такое? Одна минута и пятьдесят шесть секунд. А, то есть ты сможешь активироваться через одну минуту и пятьдесят шесть секунд, да? Ладно, пойду поставлю губковое дерево. Вот сюда, прям посередине. Устанавливаем. Вот и все, красота. Теперь у меня здесь будет стоять губковое дерево. О, оно заработало, да? Пойдем проверять, работает оно или нет. Радиация, радиация. ХП тратится. Все, я помираю, помираю. Опа, и теперь я иду сюда. И хопа. Я ну реально так сделала. Крутая штука. Конечно, ее надо вставить в таких довольно крутых местах, а не тут. Ладно, начнем готовиться к тому, чтобы сделать немного пасек и буров. Ну вот и все, я понасобирал достаточное количество плортов. Сейчас мы делаем все нужные штуки для пасек, для насосов и всего такого. И ждем, пока они добудут нам ресурсов для телепорта. Я хочу этот телепорт. Чтобы нужно было легко телепортироваться тут и сюда. Изготавливаем обычный бур. И изготавливаем обычную пасеку. Четыре плорта не хватает. Ой, насос для продвинутых. Вот это да. Может сделаем пасеку для продвинутых? Нет, не будем делать пасеку для продвинутых. Просто сделаем обычную пасеку и испытаем свою удачу. Все, погнали их ставить. Один бур мы поставим вот сюда. А второй бур мы поставим вот сюда. И ты работаешь. Вот я и на месте, где нужно ставить эту самую пасеку. Мы ее поставим вот сюда. И ты мне должна дать гексосоту. Понятно тебе? А теперь мы идем быстро спим и добываем ресурсы, выпавшие с них. Один закончил и работает. Давай мне ресурсы. Ой, всего лишь один индигиум. Ты мне должен как минимум два дать, понимаешь? Да, вот, молодец. Четыре дал. Вот, постарался мальчик. Хороший. Ну, а сейчас надо идти за гексосотой. Я надеюсь, они мне дадутся. А иначе придется делать пасеку для продвинутых и ставить ее туда же. Вот и все, я пришел к месту назначения, где закончила работать моя пасека. И... К сожалению, но я обломался. Добылось очень мало ресурсов. Хорошо. Если все так плохо, то я планирую купить себе пасеку для продвинутых. Она будет служить три цикла. И ее прикол в том, что шанс того, что нам выпадет гексосота намного-намного больше. Я думаю, надо заменить этих кисок кем-то другим. Потому что это не очень-то и выгодно курицами их кормить. Ну, вот еще на всякий случай я решил пособирать розовых плортов. А то вдруг мне не хватит. А будет очень плохо, если мне их не хватит. Покупаем эскиз. Вот он. Ну, а теперь надо поставить это все дело. Итак, бур для продвинутых мы ставим сюда. И вот и все. В общем-то, он даже текстурка так-то и не отличается. Только это копье немного длиннее. Ой, а можно здесь поставить. Ну, давайте, почему бы и нет, в самое опасное место поставим эту пасеку. Он там на этот стоит, смотрит, как я тут пасеку поставил. Так, да. Сейчас, я думаю, заняться вот этими чутиками, да? Почему бы и нет. К сожалению, но у вас переезд в океанчик. А взамен мы возьмем кого-нибудь другого. Все, я определился с выбором. Я беру скалистов, потому что это самый оптимальный вариант. Во-первых, у меня куча их плортов. Я смогу их спокойно размножить. А во-вторых, они едят сердцеклевку, которая у меня уже есть. А вас, куриц, к сожалению, придется убрать. А вы идете ко мне в пылесос. Сердце векла, иди сюда и расти. А вот это, иди тоже сюда. Так, надо собрать целых 10 слаймов. Первый. Второй. Третий. Твердый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Все, готово. Вот так, заселяйтесь. Хорошего новоселья вам. Тут, конечно, вам будет немного тесно, но и еды тоже будет достаточно. Так что не возмущайтесь. Ой, вы все в шоке от нового места проживания, да? Слаймик. Пятнадцать тысяч ньюбаксов у меня есть. Давайте еще одно улучшение от 7Z купим. Какое тут? Коллектор плорт маркета. Обновление грота. Семьсот пятьдесят тысяч. Это дорого? Не-не-не, я не буду тратиться на такую херотень. Вот тут тут какая-то штука, да? А, я понял, тут что-то добавилось, да, изменилась дорожка. А тут все так же. Не, ну довольно прикольно такие улучшения. Но сейчас мы идем смотреть, что с нашей пасекой и буром. Я слышу тебя. Чудо ты мое, драгоценное. Сколько я тебя раз уже видел? Я с собой курицу не таскаю. Понимаешь, вот как я тебя должен... Погоди, погоди, погоди. На, покушай. Да, ну конечно же. Так, бур закончил свою работу. Вау, 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 вау. Сколько всего. О, мы аккуратненько берем и забираем. Ну давай. Ну бурно ты серьезно. Может хватит, а? Ты меня троллишь, я знаю. Ты хочешь, чтоб я проиграл, да? Вот ты хочешь этого. Чтоб я не достал эту гексосоту. Ладно, я побежал домой, посплю и вернусь сюда. Ну вот и все. Прошло нужное количество времени. Я жду от тебя ресурсов. Гони их сюда, быстро. Ты какой дерзкий, да? Не хочешь мне свои гексосоты давать? Так. Последняя попытка. Давай сюда свою гексосоту, но ты мне ее все равно не дал. Вот что с ней не так? И я не понимаю. Не хочет она давать мне гексосоту? И не хочет. Ах, обидно. Ладно, сделаем тогда что-нибудь другое. Мы можем сделать ловушка горда для начинающих. Хищный плорт, надо 5 хищных плортов. Побежали, побежали, я хочу посмотреть, что же это за штука такая интересная. Стоп, помимо ловушки для горда, что же я еще могу сделать? О, нам открылась коллектор плорт-маркета. Для этого гексосота нужна. Компактный плорт-маркет, который позволяет тебе совершать быстрые продажи. То есть мы можем такую штуку поставить около дальних загонов, чтобы не таскать плорты далеко. Это очень хорошо для меня. Ну ладно, мы остановились на ловушке для горда. Но вот теперь-то мы ее изготавливаем. И так. И так. Это офигенно. Так мы таких много сможем сделать потом, в будущем. Вот тут, я помню, можно было поставить. Мы ее сюда ставим. Закинь в нее еды и жди. Устанавливаем. И кидаем сюда, к примеру, мятная манга. И теперь надо поспать, да? И будет чудо, понимаете? Чудо! Вот и все, тридцать первый день. Я уже поспал сколько мог, столько и поспал. Мы возвращаемся смотреть. Сейчас торжественный момент. Будет ли он там или нет? И мы смотрим. И реально тут появился город, а только почему-то он не в ту сторону смотрит. Ты на меня должен смотреть и радоваться. А ты смотришь в ту сторону. Радуешься моим доки-доки? У меня есть медовый город. И вместе с ним мы будем заканчивать данную серию. Редактор субтитров. Редактор субтитров.